Коктейли молотовые, они эффективны, потому что их можно сделать и в домашних условиях, ну, и где хочешь, если есть в тебе эти ресурсы. Когда начала первый раз сирена, папа услышал ее и сказал нам, и мы побежали в бомбу убежища. Я спала, моя мама услышала, какие были сильные взрывы, и она разбудила меня, и мы начали собираться. Мы побежали к бабушке в подвал. Мишку-то вот этого, такого коричневого большого, попить мама взяла, и еще мы, я еще фотографию взяла, и все. Все, что я брала, ботончики, леки, теплий одяг и документы. Ну, ось, это специальный такой портфей для выживания. Самый страшный период был, это первые два дня, когда приходило усвідомление того, что действительно началась война. Не знаю, что может быть дальше, и переживаешь за своих близких и родственников. Дуже тревожно, когда слышишь звук ракет и выбухов поруч, ну, то очень тревожно. Главное, чтобы твои родные не умерли, потому что это реально непереносно. Сидись, расскажем, кто у нас там дома остался. Папу, найди своего. Вот мой папа. Это крестный, это родной. Я приехала с кривого ворога, с дочкой. Нам позвонили волонтеры, есть два свободных места, нужно ехать. И мы за час вообще собрались. Арина, покажи свой чемодан, что у тебя в чемодане лежит. Ребенок сам собирал свой чемодан. Это лично ее. Так, шапка. Медведи. Нет, не пачкать. Не пачкать? Хорошо. Фотографии. Ну, планшет там и такое. Блокнотик? Блокнотик, да. Расчетка сушилет, без денег папа у меня забрал. Мои деньги. Ну, такое, штанишки. Ну, долго уговаривали. Я сначала не хотела уезжать, потому что у меня есть старший сын. Но так как он призывного возраста, ему 18 лет, и я говорила, что я без него не поеду. Я думала, как-то может получится его забрать из-за того, что он там учится еще. Но они не хотят уезжать, потому что сын будет, допустим, город охранять, террораборона, а муж пойдет уже в горячие точки, но там, где происходят именно боевые действия, потому что есть опыт, служил в армии, и он как бы офицер запаса, и вот так вот. Надо защищать Украину, все любят Украину. Наши мужья, ну, сильно переживают за нас, ну, что вот мы остаемся, они уходят на поле боя, и что, как бы, пожалуйста, ну, уезжайте с детьми, а там приедете, будем восстанавливать Украину. Ну, я сделала, можно сказать, выбор в пользу дочери. Будем им помогать отсюда, чтобы мы нормально вернулись и поддерживали. Надо помолиться о том, что я помолиться. Надо помолиться. И приехали, потому что як я из-за вopsи, мы сейчас такая мац, мы приходили на это много, чтобы мы могли попасть еще habitать. Мама, мама, я прошу слову, первый крок. Мама, мама, я хочу звонить. Мама, мама, ты моя лестница, я думала, я здесь у меня най-дорожая ручка, мать твою девушку. Мене звати Яна, а то мій син, ми прибули з міста Фастів, це Київська область, недалеко від нас столиця нашої України, де відбуваються бойові дії. Ми евакуювалися завдяки допомоги нашого центру Святого Мартіна від костьолу. Три дня я готувала себе морально, тому що фізично не могли вже там виносити таку атмосферу навіть. І психологічно розумів, що для дитини дуже травмуюче. Маємо бути в ресурсі для того, щоб підтримати наших рідних, які залишилися там. Батьки, сестра, брат і тато. Тому що дуже тяжко залишати рідну домівку. І чоловіки при потребі готові взяти зброю і йти захищати домівки і нашу землю. Як тільки скажуть, що все заспокоїлося, ми будемо вертатися і відбудовувати все, що зруйнувало. Коли закінчиться війна, я хочу зробити те, що повернутися додому і почати вчитися. Щоб коли я виросту, я хочу стати програмистом. Хм, все, відчу. Дякую. Дякую. Дякую.